Роспотребнадзор 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 Равный остатку суммы задолженности по кредиту Мы знаем, что стоимость автомобиля одна Обязательно нужно заплатить первоначальный взнос 20 или 30 процентов Очень многие сдают свои автомобили в программе Татаридын То есть там кредит не такая большая сумма Но ни у кого не будет желания В последующем отдать еще автомобиль За то, чтобы не платить остаток кредита То есть он и потеряет свой первоначальный взнос И те деньги, которые просчитались бы ему за старый автомобиль Но тоже судебная практика защищает потребителей Они признают это незаконным И взыскивают денежные средства Только единственное, нужно знать о том, что не надо соглашаться Надо обязательно защищать свои права Я думаю, что по такой категории будет очень сложно Защищаться самостоятельно У нас очень много юристов Надо обращаться, не стесняться И требовать восстановления своих нарушенных прав При выборе юриста нужно учитывать Квалификацию специалиста и его опыт Чем он больше, тем выше вероятность положительного исхода для клиента Игорь Губенок отмечает, что в последнее время Увеличилось количество обращений по возврату денег За навязанные дополнительные услуги в салонах Иногда юристу удается решить спор в досудебном порядке Но чаще деньги клиенту возвращают только через суд А также стали встречаться и такие случаи Когда заключается договор о наказании услуг С предпринимателем, либо с предприятием Сумма достаточно праличная Может там и 25 тысяч, и 30, и 50, и 100 тысяч рублей И когда смотришь текст договора То деньги берутся с потребителей За оказание конституционных услуг Например, в подборе банка То есть они банк подбирают подходящие Решают вопрос, чтобы был оформлен кредит И вот за это они берут деньги А если уж никак не получается Без заключения этих договоров провести автомобиль Надо всегда обращаться к юристу И требовать через суд Возврата уплаченных средств Если добровольно деньги потребителю возвращены не будут То суд взыщет не только основную сумму Но еще и неустойку И моральный вред, и штраф Ну и расходы, понесенные на оплату услуг представителя Как же так получается, что автолюбители легко расстаются со своими сбережениями? Суммы немаленькие Неужели человек так легко попадает в ловушки сотрудников автосалона И соглашается оплатить ненужные ему услуги? Во-первых, все-таки документов, которые нужно подписывать, их много Это и договор купли-продажи автомобиля Его всегда все-таки читают, смотрят Чтобы и цена соответствовала, и все иные условия Но человеком можно здесь понять Потому что он приехал за автомобилем Это для него радостные события, покупка автомобиля И уже вот этим вопросом, как оформление документов Уже не так внимания уделяется А когда их очень много, то просто-напросто в них уже начинаешь путаться И, как правило, документы всегда мелким шрифтом делаются Вот они начнут читать, смотрят Там первый-второй страничек почитают Потом уже, ну, тяжело И при этом они видят хорошее расположение сотрудников, менеджеров автосалона Они им объясняют, что вот этот договор, суть его в этом заключается Этот договор, суть в этом Вот на этом можно особо внимания не обращать И поэтому люди, ну, не всегда видят то, что написано в этих документах Вот, например, очень часто бывает так, что приходит Человек говорит, что мне нужно вернуть страховку, жизнь и здоровье Как я уже говорил, это ничего сложного нет Начинает смотреть документы Там, он говорит, что я за страхование жизни и здоровье заплатил 100 тысяч рублей Мы начинаем смотреть документы Видим, что выдан полис И стоимость этого полиса полторы тысячи рублей То есть, скажем, 100 тысяч рублей, вот он говорит, надо вернуть страховку Смотрим по документам, полторы тысячи рублей стоит полис Дальше, видим, еще есть договор купли-продажи Заключенный между потребителем и другим юридическим лицом И там сказано, что вот покупается полис стоимостью полторы тысячи рублей А 95 тысяч рублей – это не периодическое издание, скажем, «Альманах», находящееся на флеш-карте То есть, за одну флешку 95 тысяч рублей То есть, покупателя так заговорили в автосалоне, что он подписал договор на покупку флешки со сборником литературных произведений Это, кстати, еще один случай из практики Игоря Губенка, над которым он сейчас работает Когда мы обратились с извинением об отказе от этого договора То получили ответ, что полторы тысячи рублей мы вам возвращаем А 95 тысяч рублей мы вам не возвращаем, потому что товар, который мы вам продали Он не является товаром ненадлежащего качества Вы нам не говорили, что там не открывается флешка и так далее Но я еще раз говорю, что в данном случае произошло навязывание дополнительных услуг Нельзя обусловливать пробретение одних товаров обязательно пробретением других товаров работы услуг Вот если это удастся доказать, то я думаю, что суд встанет на защиту потребителей и эти деньги возвратит Что же делать тем, кто хочет купить автомобиль в салоне? Брать с собой на заключение сделки юриста? Но такие расходы вряд ли кто сможет себе позволить Самым оптимальным вариантом все-таки является то, что заранее нужно ознакомиться с теми документами, которые будешь подписывать в автосалоне Потому что в автосалоне и времени немного, и не совсем это удобно Можешь растеряться и так далее Если уважающий себя салон, то я думаю, что он должен пойти навстречу и выслать в электронном виде все документы, которые необходимо будет подписывать И уже можно там увидеть, с кем вы будете подписывать договор, с каким юридическим лицом Будут ли дополнительные услуги вам навязаны или нет Если в дальнейшем вы увидите, что вам какие-то другие были документы предложены Ну, надо будет задать вопрос, соответствующий на основании чего Ну, конечно, надо знать, надо знать более-менее свои права В том, что если вы приехали за автомобилем, то вам ничего не должны навязывать И, конечно же, нужно об этом прямо сказать, что мне никакие ваши услуги не нужны Но и современные технологии тоже вам в помощь Если автомобиль так вам приглянулся, а без дополнительных услуг его отказываются вам продать То запись разговора с менеджером автосалона пригодится в суде Я бы всегда посоветовал на такие покупки ездить с диктофоном Если у вас будет запись о том, где вы говорили менеджеру, что мне не нужна эта страховка Мне не нужны эти услуги, что мне нужна только покупка автомобиля Если будет на этой записи слова менеджера, что без вот этих договоров вам не будет выдан кредит Ну, это очень серьезное доказательство вашу защиту Обратиться за консультацией к Игорю Губинку можно с понедельника по четверг с 8 утра до 6 часов вечера В пятницу до 17.00 Офис юриста находится по адресу улица Московская, дом 40А, телефон 377-82 Субтитры создавал DimaTorzok